Всем привет, с вами Тори-чан! Японцы помешаны на гигиене. О культуре гигиены в Японии, а также откуда все это пошло, я рассказывала в другом видео, а сегодня я расскажу вам о японских изобретениях для гигиены. Особенность гигиены в Японии в том, что японцы не просто чисто любивые или брезгливые, а в том, что в Японии гигиена это часть этикета. Нужно соблюдать гигиену не только для себя, но и для окружающих, чтобы быть опрятным и никому не доставлять неудобств. А это важная часть японской культуры и манер не доставлять другим неудобств. Первое это средство для угай, полоскания рта. Думаю, что многих из вас, включая меня, в детстве учились, что после улицы нужно обязательно помыть руки с мылом, а в Японии учат, что также нужно обязательно прополоскать горло. Да, это делается в тех же целях, что и моют руки, чтобы вымыть все бактерии, вирусы, загрязнения, которые вас накопились в горле за время, что вы были на улице и общались с другими людьми. Большинство японцев, что я знаю, включая моего мужа Изуми, всегда полощат горло по возвращению домой. Этой традиции угай в Японии более 2500 лет, она еще с третьего века здесь. И даже сейчас японцы делают это каждый день. Иногда получат просто водой, иногда чаем. Считается, что чай хорошо тоже для горла, обеззараживает. Но также есть специальные средства для угай, полоскания рта. Вот такие вот они бывают, продаются в любом магазине. Такими средствами получат горло не только для профилактики от простуды и гриппа, но и для профилактики от плохого запаха изо рта и корреса. Второе, это таблетки от запаха желудка. Это не просто тик-так или жвачка, которая только полость вашего рта освежает. Это именно глотательные таблетки, которые должны очистить запах вашего желудка после того, как вы поели чесночка или рамена. А в японской кухне очень много довольно насыщенной еды с очень такими сильными запахами, поэтому такие глотательные таблетки это самое оно. И если вам даже этого не хватило, что насчет таблеток от запаха вашего тела и даже какашек? Да, в Японии продаются вот такие таблетки, а точнее это саплименты с экстрактом болгарской розы, которые должны придать вашему телу и какашкам аромат роз. Написано, что в одном таком пакетике аромат 560 роз. Не знаю, насколько это правда, но если принимать эти таблетки каждый день, два раза в день, какое-то время, то можно больше не беспокоиться о аромате тела и запахи в туалете после таксоходил по большому, а это реально то, что беспокоит многих японцев, потому что, как я сказала ранее, в Японии гигиена это часть этикета и многие не хотят доставлять неудобства другим людям, кто после них зашел в туалет своим запахом, поэтому они принимают разные меры, чтобы этого запаха не было, включая такие таблетки. А почему просто не использовать спрей от запаха в туалете? У себя дома, конечно, можно, но допустим ты к другу пришел домой, у него не было спрея или в общественных местах тоже спрея чаще всего нет. Для таких ситуаций есть четвертое изобретение, это вот такой мини-спрей от запаха. Да, это компактная мини-версия всем нам известного спрея от запаха в туалете, но это не какой-то спрей с сильным запахом, цитруса перебивающим плохие запахи, а это спрей, который должен убирать все запахи, он без какого-то определенного запаха. Что очень продумано, когда хочешь убрать запах, но не хочешь палиться, что ты запах чем-то маскируешь. И раз у нас зашла туалетная тема, пятое это вот такое средство для чистки и обеззараживания туалета. Это такое желейное средство для туалета, которая при выдавливании принимает форму цветочка. Розовая даже на сакуру похожа. Обратите внимание на бутылочку, бутылочка тоже милая в виде медведя игрушечного. Покупатели этого товара явно не дети, но японцы любят делать все такое миленькое и такое реально лучше продается в Японии. И это гениальная вещь, мало того, что она смотрится мило на туалете, так и не нужно благодаря этой штуке каждый раз брызгать спреем от запаха, потому что она пахнет классно. И плюс оно при сливе понемногу как тает и очищает туалет, так что он поддерживается в хорошем состоянии и не появляется разное на нем черное как это плесень или что и так далее, поэтому классная штука. Шестое это разные защищающие от вируса штучки. В Японии их огромное количество, а из-за пандемии их стало еще больше, чем было до этого. Они все действуют на основе диоксида хлора, не знаю насколько это эффективно, но есть очень много разных видов таких антивирусных штучек. Например, вот такие, которые можно вешать на ручку двери или вот такие, чтобы ставить на стол или любое место в комнате. А также есть вот такие антивирусные подвески на шею. Обычно сотрудники магазина входят с такими подвесками на шею, где написано их имя, поэтому это не очень стильно. Для тех, кто хочет стильно и незаметно, есть вот такая антивирусная штучка в форме ручки. Можно ее в карман засунуть и будет непонятно, что это. Антивирусная подвеска это хорошо, но нужно чем-то руки дезинфицировать. Разные спреи, гели, это уже не новость. В Японии при входе в любой магазин, ресторан, общественное место стоит обязательно вот такой вот гель, можно руки везде продезинфицировать, но хорошо иметь с собой тоже какой-то спрей. Все они очень сушат кожу, я их не люблю, поэтому седьмая вещь это просто находка. Это дезинфицирующий крем для рук, то есть он не только дезинфицирует руки, но и увлажняет. Или наоборот, не только увлажняет, но и дезинфицирует. Обычный крем для рук, особенно в зимний сезон это просто находка. Восьмое это, конечно же, маски. Куда без масок в наше время? Еще до начала всей этой пандемии маски в Японии были обычной повседневной вещью. Точнее, они здесь обычная вещь с 1918 года, со времен испанского гриппа. Да, сто лет назад, когда была другая пандемия, в Японии начали носить маски. И тогда они были черные, потому что маски в те времена это была вещь для рабочих на шахте, но из-за гриппа многие обычные люди тоже начали их носить. И с тех пор, кстати, угай про поласкивание горла тоже стал ежедневной вещью. Поэтому в Японии огромное количество разных видов масок с разными функциями. Самые необычные, пожалуй, это вот такие маски для сна с увлажняющим эффектом. Некоторых нельзя на улице маски заставить носить, а японцы даже ночью в них спят. А как вам такое? Это тоже маска для сна, но с согревающим эффектом. Она нагревается до 40 градусов. Такие увлажняющие и согревающие маски популярны зимой, когда очень сухой воздух, ты даже просыпаешься ночью, потому что у тебя горло пересохло, такое часто бывает в Японии зимой. Поэтому такие маски должны помочь не пересушивать ваш нос, горло, когда вы спите. И есть даже такое, это тоже маска для сна с увлажняющим эффектом для вашей кожи. Девятое, это тоже часть этикетной гигиены. Вот такие наклейки на нос, чтобы не храпеть. И если эта наклейка на нос не работает, всегда можно заклеить рот. Это просто необходимая вещь для некоторых пар, а также некоторые мои знакомые японцы с собой эту штуку берут в самолет или в поезд, чтобы не храпеть на весь самолет, когда летишь куда-то. Десятое, это антибактериальные не пахнущие носки. Девушки, наши молитвы были услышаны. Эти носки обработаны ионами серебра, поэтому они не дают бактериям размножаться и не впитывают плохие запахи. Теперь на день мужчин можно дарить не просто носки, а не пахнущие носки. Я шучу, конечно, девушкам тоже такие носки нужны. Жалко, что все дизайны, что я видела, были довольно темные. Я бы хотела себе такие оранжевые. И, конечно же, не забываем о гигиене дома. В Японии очень популярны вот такие гелевые шарики для впитывания плохих запахов дома или квартиры. В Японии не очень популярны разные запахи. Считается, что лучший запах это отсутствие запаха или мытый запах. Поэтому разные крема, мыло для рук, шампуни и так далее у них отсутствует запах. То же самое касается и дома. Лучше, чтобы дом ничем не пахнул, чем благухал какими-то непонятными ароматами. Такие желейные шарики часто ставят у входа там, где стоит обувь или в туалете. А также бывает такое же впитывающее запахи желе для холодильника. Разные амотизаторы с сильными запахами это тяжелая артиллерия, когда больше ничего не помогает. Как вот это последнее изобретение ароматизатор для мусора. Этот ароматизатор крепится на крышку мусора, чтобы мусор не вонял. Странные какие-то японцы, почему просто нельзя выкинуть мусор, когда он начинает вонять? Потому что мы не можем в Японии выкидывать мусор, когда захотим. У нас мусор сортируют и для каждого вида мусора свой день для выноса. Нужно ждать дня выноса мусора, нельзя просто взять и выкинуть мусор в контейнер куда-нибудь. У нас нет контейнеров. И поскольку выкинуть мусор некуда, когда он накапливается, он начинает вонять. Поэтому и придумали такое изобретение. Понимаю, звучит странно, любящие гигиену японцы заванивают свой дом мусором, но эта система придумана не просто так. Благодаря тому, что мусор в Японии выкидывают по дням, мусор не растаскивают бродячие кошки, собаки. У нас их, конечно, очень мало, но вот вороны в Японии очень умные. И если оставить мусор на улице, то это будет очень-очень все плохо. Второе. Благодаря этой системе люди реально сортируют мусор, поскольку ты не можешь просто взять и выкинуть все вместе. Тебе нужно его отсортировать, чтобы мусора стало меньше в одной категории, чтобы его можно было поскорее выкинуть. Но да, купить ароматизатор для мусора, наверное, все же стоит. Это были японские изобретения для гигиены. А что из этого есть у вас в стране? Или что бы вы себе хотели? Жду ваших комментариев. Видимся еще? Всем пока!